Девушки отдыхают 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 Да. Это... возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих. Моим учителем был сам профессор Лионель Ван. Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали. Они прекрасно знают, что мне известно все о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей, но у меня нет выхода. Я пришел сюда, потому что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконьюкции. Чего хотел от вас Ольгерт фон Эверик? Ольгерт фон Эверик. И в конце концов напал на след этой темной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами. Но везде это синоним воплощенного зла. У нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я карпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтер Одим не человек! Это зло! Зло в самых разных обличиях! Не расспрашивай о нем! А то погибнешь! Но ведь ты жив! Все еще жив! Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительная это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него. И что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждет за пределами круга. Ольгерт подписал с ним договор? Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род, и отдавать дочь, за кого попало, они не хотели. Ольгерт хотел увезти ее как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерт встретился с ним на перекрестке. Один сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Одим предложил ему договор. Ольгерт должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Одим знал, что Ольгерт любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерт согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Ольгерт рассказал тебе все это. Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Получается, Ольгерт убил родного брата? Ох, нет. Одим так не делает. Достаточно было того, что Ольгерт подписал договор собственной кровью. А день спустя Витальд был убит. Так почему Ольгерт решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер О'Дим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно. Но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна. Ибо Одима интересуют только людские души. Одима оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю... Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним. Не могу сказать. У того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. А-а-а-а. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Чем вам помочь? Недавно с юга шел караван купцов Наняли наших ребят, чтоб им дорогу до мостов показали Вчера должны были вернуться Хорошо, я посмотрю Томил, мой брат их вел Пошковитый парень С ним и говорите Остальные то Эх Пошла Интересно, что здесь случилось Здесь кто-то бежал очень быстро В панике Следы хорошо отпечатались Но потом они обрываются Кто-то был связан На веревке наспех перерезали тупым ножом Кто-то был связан На веревке наспех перерезали тупым ножом Кто-то наступил в вино из разбитой бочки Следы когтей Тварь напала с воздуха Судя по следам когтей Это виверный или вилохвост Разбила бочку с вином Но люди, скорее всего, сбежали Кайдвенская Запах будет чувствоваться еще много часов След ведет в пещеру Милостивые крылья У вас по тьмах так глаза светятся Что я сперва подумал Будто ящер идет Тварь, напавшая на фургон Какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина Здесь протиснуться не смогла А зубища у нее были Едва мы утекли Интересно, догнал ли он тех купцов Так им и надо, сучарам Теперь первое дело выбраться отсюда Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Рассказывайте, что здесь случилось Купцы нас наняли Вроде как их на дороге охранять Мы оглянуться не успели Они нас цап И связали веревками, как баранов Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили Что мы, значит, топереча Неизбежные жертвы Во имя прогресса торговли И потому они нас оставят у телеги Чудищем на сиденье И правда Прилетел ящик, как по заказу Чудища, должно быть, привыкли, что по этому тракту Перевозят припасы для армии Ну да, умная была тварь Сразу нам отрезала дорогу Так что пришлось нам сюда влезть А вот бедный Томил не успел Я займусь чудищем Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду Так что искать, думаю, недолго Мы тут подождем Чтоб не мешать Королевская Виверна Вот это мне повезло Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Гнездо драконидов надо его уничтожить Гнездо драконидов надо его уничтожить Да не они и напали на этих людей Здесь где-то притаилась королевская Виверна Надо уничтожить гнезда, а то они снова расплодятся Продолжение следует... Ну и скотина. И как же вот Энта называется? Королевская Виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будет что детям рассказать. Геральт из Ривии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...